Приветствую, приветствую, Давид. У нас телемост, телемост с Давидом, Баку, Ереван. Ереван, покажи, пожалуйста, нам Ереван, Давид. Покажи солнечный город. Посмотрите. И вот практически одинаковая погода. Это Баку, Баку, Ереван, друзья. Погода практически одинаковая. Практически. Может быть, это хороший знак для того, чтобы дорогу открыть для жителей, которая сейчас заблокирована. Так, миротворцы говорят следующее. Говорят, обратитесь к блогерам азербайджанскому, в том числе к тебе, как к самому ярому азербайджанскому блогеру, чтобы вы собрали подписи, чтобы я мог присутствовать там и с вами вести переговоры от имени армянского народа. Если вы соберете подписи, то, соответственно, миротворцы разрешают мне... Давид, Давид, вот допустим, я как экоактивист на этих акциях уже многократно участвую, да? Есть к тому доказательство везде. Вот я стою с тобой, и мы говорим. Я по азербайджанскому и в Армении, правильно? Вот доказательство, это азербайджанскому и в солнечном Ереване. О чем мы будем говорить? Вот допустим, вот ты сейчас возьмешь эти ключи, пока вас туда не пускают, вас пока не пускают туда. Давид. Послушай, вот смотри, я российский гражданин, понимаешь? Я российский гражданин. Для того, чтобы я эту территорию мог посетить, мне нужно, чтобы у меня было разрешение. От кого? Для того, чтобы это разрешение миротворцы предоставили, миротворцы, чтобы предоставили мне разрешение там, чтобы с вами проводить переговоры, Нужно, чтобы был сбор подписей. Подписи страны азербайджанских декортик. То есть получается, Давид, получается, то есть ты, как гражданин России, чтобы приехал в Карабах на эту акцию, мы должны собрать подписи, передать подписи миротворцам, и они тогда сделают возможным твое посещение. Правильно? Да. Да, 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 все правильно. А хорошо. А граждане Армении смогут приехать? А граждане Армении смогут приехать тогда? Или им тоже нужно разрешение? Я, честно говоря, не знаю, как там проходит перемещение людей, но лично относительно меня, как вы таким образом сказали. Именно для проведения переговоров между нашими народами. Я буду представлять армянами. Вот смотри, переговор. Ты армянин, я азербайджанец. Ты в Ереваню, я в Баку. О чем мы будем говорить? Вот твое требование какое? Твое требование, прошу тебя, говори. Ну, вы, смотрите, если вы речь ведете о нормализации отношений, если вы говорите, что нужно дороги открывать, границы открывать и так далее, там подобное, для начала нужно решать гуманитетику. Мы, народы, между собой можем сами эти вопросы. Пока. Ну, в дальнейшем отношения смогут нормализоваться. Законодательство специально в Азербайджане против армянофобии, чтобы армянофобии не было в Азербайджане, например, точное законодательство на территории Армении, чтобы было. И что обеспечит, как бы, знаешь, свободное перемещение людей, людей любых национальностей и на территорию Армении, и на территорию Азербайджана. Почему так не должно быть, как раньше? Должно быть. И вот сейчас можем стать ярым примером того, что как нужно строить отношения между народами. Если вы готовы пойти на такую жертву, да, вот собрать голоса, то тогда можно будет говорить о чем-то, знаешь, об акте доброй воли со стороны азербайджанского народа, что вот экоактивисты такие именно понятные люди. Давид, Давид, я являюсь одним из, я являюсь одним из лидеров движения экоактивистов. Просто сейчас у меня выходной, понимаешь? Я один из лидеров. Я вот тебе задаю вопрос. Наше главное требование было провести мониторинг золотых приисков, которые находятся на территории Азербайджана. Наше требование – это мониторинг приисков. Сейчас мы все равно армянское население Карабаха интегрируем в Азербайджан. Позавчера две скорые помощи азербайджанские были в городе Хангянди. Вы называете Степанакерд, мы его сами и назвали Степанакерд. Мы уже там были. То есть для того, чтобы тебе попасть в Карабах, нужно разрешение экоактивиста. То есть мое. Пока я тебе, грубо говоря, не разрешу, ты не сможешь сюда приехать. Правильно я говорю? То есть я не разрешу, ты не приедешь. Факт? Как гражданин России, как гражданин России, я, да, по участию в переговорах с вашим экоактивистами, вот такое разрешение, от миротворцев. И они дадут это разрешение только в том случае, если вы соберете... То есть пока я не разрешу миротворцев, миротворцы не разрешат вам, да? Правильно я говорю, да? Хронологию событий. Грубо говоря, подписи в том, что... Ага. Хорошо, то есть если мы не дадим разрешение, если мы не дадим разрешение, получается... Ага, я понял. То есть, Давджан, если мы не дадим разрешение, значит, ты зря... Я тут вопрос в разрешении, ты не понимаешь? Ты не понимаешь? Тут вопрос не в разрешении, тут вопрос в том, чтобы ваше заинтересованность, в том, чтобы вести с людьми, с народом вести переговоры, а не с властями, которые непонятно, как себя ведут и так далее и тому подобное. То есть, я понял, Дарья, тут вопрос в том, чтобы мы это, я понял. Чтобы люди решили. Ты говорил, какое требование, скажи, пожалуйста. Камран, смотри, я приехал в Армению, знаешь, для чего? Смотри, я тебе объясняю. Камран, я... Сейчас я объясню. Я приехал в Армению, который предполагает то, чтобы сделать на территории армии народовласти, когда каждый человек сам своим голосом будет решать будущее своего народа. И вот я вот хочу, знаешь, чтобы народовласти было везде, сам народ сделал. Не отдельные политические личности, которые между собой могут грызться, друг друга не любить, не уважать и так далее и тому подобное, а люди, которые объединяют историю, которые общие... Кухня даже элементарно... на переговоры, может, из-за этого просто не пришли. Ну, не захотели. Может, кто-то попался, я не знаю. Я не боюсь лично. Мне своей жизни не жалко, если мы сможем как бы чего-то добить хорошего. То есть из чувства собственной безопасности многие армяне не пришли нас встречу, потому что пришлось бы ехать в Карабах. Я правильно говорю? Как выходит, да? Нет, вопрос не в этом. Тут чуть-чуть политические моменты. Политические моменты могут быть. Кто-то там... Давид, Давид, я понял. А вот если ты гражданин России, а если граждане Армении захотят туда поехать? Давид, граждане Армении. Вот там был только что с тобой рядом молодой человек, который в 17-летнем возрасте воевал в Карабахе там, воевал в городе Шуша, да, Шушива называется. Вот он гражданин Армении. Он может туда поехать? Просто вопрос. То есть ему разрешение миротворцев не нужно? Просто спрашиваю. Не интересовался. Не могу обманывать. Ну я типа обманывать не могу, я не интересовался по этому поводу. Хорошо. Вот покажи до людей, которых ты собрал. Просто хочется увидеть эти прекрасные... Вы отправляете акты. Я понимаю. Ты сказал в подписи, я хочу видеть. Покажи мне акцию, пожалуйста. Хотя бы там 10-15 человек есть, чтобы я сказал, вот люди требуют. Покажи просто вот этих людей, мы хотим увидеть, да, их давить. У вас там интернета не очень. Давид, людей покажи. Да, да, Давид, да. Да, Давид. Буду мучить с собой там куда-то везти. Я понял, Давид. Я тебе просто говорю. Покажи мне, пожалуйста, тех людей, которые участвуют на акции, чтобы я сказал, вот собрались люди, хотят приехать туда. Покажи нам просто этих... Интернет, конечно, у вас в Армении какой-то слабенький. Видимо, 3G у тебя закончился. Пакет купить с аватаном. Давид, у тебя интернет, по-моему, закончится. Пакет закончится. По-моему, надо загрузить. Загрузил тебя? Не-не-не, у меня безлимитные. У меня безлимитные. Давид, я тебя говорю. Покажи, пожалуйста, членов акции вот этой твоей, чтобы мы увидели, что там есть люди, которые хотят... Просто покажи, да, вот эту твою акцию. Можешь показать. Я еще раз объясняю. Я еще раз объясняю. Я не хочу такой ерундой заниматься. Даже такие вещи мне не беспокоят. Давид, ты мне говоришь, обратись к властям, чтобы собрали в подпись. Правильно? Я людям, что нужно сказать? Только Давид требует или там целая акция собралась? Объясняю. Тут не власти. Официально ваша власть говорит, что мы тут ни при чем. Это наши активисты. Поэтому ты должен не к властям обращаться. Ты не к властям должен обращаться. Ты должен обращаться к тем людям, которые находятся на границе. И у меня собралось такие подписи, что вы хотите, чтобы правозащитник Арутюнян Давид Аганесович участвовал в процессе переговоров с вами. Давид Аганесович Арутюнян. Правильно? Давид. Камера. Я запитываю, да? Да, да, все правильно. Давид Аганесович Арутюнян. Спасибо. Просит собрать подписи экоактивистов. Правильно? Просит экоактивистов собрать подписи, чтобы предоставить их миротворцам, чтобы разрешили въезд Давида Аганесовича Арутюняна на пост миротворцев для обсуждения дальнейших планов с экоактивистами. Правильно? Так? И пишу, что ты гражданин России. Взаимоотношения между нашими народами, да. Все. Взаимоотношения между нашими народами. Как человек, который больше приближен именно за счет того, что в России живет, к тем же самым азербайджанцам, которые и в России живут. Давид, кроме тебя. У меня есть друзья азербайджанцы в России. У нас с ними... Нормально. Давид, кроме тебя еще сколько человек хотят приехать? Ты мне скажи еще кто кроме тебя? Вот ты, я понял. Кто тебя, кто кроме тебя еще? Ты один или еще есть люди? Просто скажи именно... Что? У меня это совместный эфир. Я как могу поднять? Еще раз. Не-не-не-не-не. Да я один приеду. Я один. Я не хочу. Давид, Давид, Аганесовичар. Я не хочу. Кроме тебя еще кто-то хочет туда разрешение получить? Я задаю вопрос, Давид. Ты мне говоришь обратись, собирай кнопки, я обращаюсь, я пишу-то. Кроме тебя еще кто-то будет участвовать? Нет, только я. Только я. Только ты один. Окей. Только я. На каком транспорте? Я понял, Давиджак. Мне в своей жизни не жалко. Государственные номера. Мне в своей жизни не жалко. Пешком. Пешком пойдут. Пешком пойдут. Государственные... Пешком ты придешь. Откуда ты пойдешь? Ты откуда за... Сюник, ты будешь пешком идти? Ты знаешь, сколько километров? Написать госномер, дай машину, на которую ты поедешь. Я официально документ составляю. Я не понимаю, на какой машине я поеду. Я не имею возможности даже сейчас тебе сказать. Мне надо сначала согласовать то, что вы подписи соберете. Миротворцы мне должны будут разрешения. Сколько подписей можешь сказать, Давиджак? Сколько подписей? Сколько человек должны подписаться под документом? Сколько подписей? Количество? Ну, соберите. Соберитесь. Чем больше подпишет людей, тем лучше. Одна тысяча подписей. Одна тысяча подписей достаточно? Одна тысяча подписи там есть? Одна тысяча человек там есть? Давиджан, если брать определенные точки определенных людей, конечно, тебе тысяча подписей хватит. У нас здесь полмиллиона подписчиков. Я с тобой на серьезном уровне. Комаре. Для меня собрать тысячу подписи не проблема. Экоактивистов. Собери. Если соберешь, я тебе скажу, что ты красавчик. Собери. Мы даже с тобой эхострировали. Давиджа. Министр экологии. Министр экологии, мой хороший друг, не беспокойся. Я его очень уважаю. Проблем нету. Ты мне скажешь, тысяча подписей, нормально? Только ты машину еще не выбрал, поедешь ты не знаешь. Плюс одно авто. Я думаю, я думаю, это миротворцы должны будут привезти с территории Армении на их машине. Я думаю, на их машине. Плюс авто. То есть, миротворцы забирают тебя, Давид, привозят на пункт въезда в город, правильно? И на эту экоакцию мы говорим. Теперь сразу обозначь, пожалуйста, тему, на которую ты будешь говорить с экоактивистом. Дело в том, что, 98% экоактивистов не говорят по-русски. Ты хотя бы мне скажи тему, я двоих, троих, русских, язычных поставлю экоактивистов. Я с тобой серьезно говорю, э, без обид. Ну ты там, мы с тобой, мы с тобой вдвоем будем разговаривать. А, ты хочешь, чтобы я туда приехал? Давид, ты до какого числа объеревать? Ну, у меня же свои эти. Давид, как тебе объяснить? У меня же банкеты, я должен понимать, когда ты туда приезжаешь, у меня как-то банкеты, чтобы я, это, да, у меня елки, как тебе объяснить? Ну, я же это, ведущий. Я не могу же так заранее все бросить. Елки, у тебя еще не закончились, да? Ну, я думаю, что, надо же как-то жить. До сих пор елки, да, это? Да, да, да. У вас там елки круглые годы, да, короче? у нас здесь, у нас здесь 50, сейчас хуже. Эта формула, весь город закрыт за этой формулой 1. Формула, весь город закрыт. Весь город закрыт. Доехать, выехать из Баку дольше, чем доехать до Еревана. Тем более, я понял, слушай, ну, у тебя вся возможность есть, как бы, в ближайшую неделю организовать эту встречу. Ну, постарайся, конечно, если у тебя выходные заняты, давай будет недень организуем встречу. Какая разница? То есть, ты до какого числа в Ереване? Скажи, пожалуйста. я думаю, неделю я здесь буду. Давджан, а скажи мне, тебе миротворцы или... Давджан, я оттянусь, пожалуйста. Хорошо, Давджан, тебе миротворцы или МИД Армении запретил въезд в Карабах? Только скажи мне. Да нет, ты не понимаешь, я непосредственно гражданин миротворцы разрешения. Они сказали, что если с Азербайджанской стороны соберут подписи, что именно хотят они с вами проводить переговоры, то без проблем мы вам... Ну, я тебе говорю. Ну, есть, грубо говоря, я должен разрешить русским миротворцам или дать разрешение, чтобы разрешили тебе... Я не понял. Еще раз объясняю, не ты даешь разрешение, а ты собираешь подписи, чтобы участвовать в переговорах с народом, с армянским народом. Я представляю армянский народ. Что мы будем обсуждать? Если мы там говорим о нормализации отношений, и тому подобное... Мы будем обсуждать того, что армяне никакого отношения не имеют к этому. И Кипильский и Россия получают от этого... Акцию можешь показать? Армянский народ не должен из-за этого страдать, чтобы... Акцию можешь показать? Как там люди уже разговаривают? Мы хотим увидеть это, насколько все круто. Покажи, пожалуйста. Это будет неуважение к людям. Хорошо. Хорошо, Дамджан, а там только что был армянин. Хорошо, а можешь позвать того армянина, который в 17-летнем возрасте освобождал там город? Я с ним тоже две минуты хочу поговорить. Можешь его подозвать? Освободителя? Это невозможно. Это невозможно. Просто подзови его, его может быть тоже в список включен. Пускай он с тобой приезжает. У него машина, наверное, едет. Его тоже запишем вместе приезжать. Нет, Камрад. Нет, нет. Почему? Пускай приедет освободить, да, уже один раз? Я не собираюсь. Ничего себе. Нет, ну. Нет, ну, Давиджан, 15 минут назад он сказал, что он в 17-летнем возрасте освобождался. Пускай приедет еще раз освободить, да? Что? Я готов рисковать. Я рисковать. Я еще раз говорю, что я готов рисковать свою жизнь на отношения между нашими нормализовывать. Но для того, чтобы нормализация пошла, иметь место быть. Понимаешь? Я готов. Я пользуюсь. Ты готов. Давиджан, давай я тебе азерсель пакет отправлю онлайн. Нормальный интернет. Давиджан, давай я тебя азерсель отправлю. Или мой Еразнет, моя компания. У меня компания Еразнет. Интернет-провайдер. Я тебе давай пакет пробный отправлю на неделю. Unlimited. Попробуй, дай его. Еразнет. Спасибо большое. Спасибо вам. Я тебе говорю. Спасибо большое. Я все, я документ в принципе составил, записал все, имя, фамилию. Ты какого года рождения? 82-го? 1982-го? Какого года ты рождения? 87-го. Ты 87-го? Блин, какой ты ты 87-го года, ё-моё, какой ты молодой, слушай. Офигеть. Давиджан, а вообще изначально по одежке встречают, по уму провожают. Давиджан, а изначально цель акции была собраться и сразу поехать, да? А кто вам сказал, что не получится? Кто вам в Ереване, в наидревнейшем городе, который старше Рива, последний сказать, что нельзя ехать. У нас... Камран. Камран, я тебе ещё раз объясняю. Мы с людьми собрались по поводу проекта Спюрт. Никакого отношения к поездке они не... Расскажи о проекте Спюрт, пожалуйста. Пожалуйста. Расскажи об этом проекте. Расскажи о проекте Спюрт, пожалуйста. Проект Спюрт предполагает... Я скажу про проект, потому что именно люди других национальностей тоже имеют право в этом проекте участвовать. Цель проекта состоит в том, чтобы создать возможность каждый человек на территории Армении либо за рубежом возможно создавать инициативу, которая будет в парламенте страны по вопросам внешней и внутренней политики, чтобы любой человек мог давать свой голос. Для чего это нужно сделать? Для того, чтобы никакое внешнее давление не могло оказываться на власти страны, чтобы народ сам и твое будущее, с кем договор подписывать, с кем границы открывать, чтобы это именно делал весь народ. Дальше мы создали 21 группу, в которой будет по 10 человек работать, зарплата от 50. эти люди будут принимать полезные инициативы всех, без исключения лиц, которые живут на планете Земля, любых национальностей. Каждая инициатива, которую люди будут отправлять, она будет возникать за него, эти люди будут получать ворок вождение. Будет проходиться конкурс по выборе лучших идей развития той или иной сферы. 21 сфера. Приключается фактически вся жизнедеятельность государства. Медицина, образование, культура, спорт, все области, промышленность, банковская система. Вот каждый день, с чем мы сталкиваемся, полностью все группы исчерпывают. В том числе и религиозные вопросы. Религиозные заинтересованы 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 народами. Инициатива первоначально хотя бы за транспортные расходы, за затраты, которые человек понес, чтобы этот проект предоставить. на спор в каждой группе лучших и эти люди будут получать ценные призы и подарки. Соответственно, их как хороших специалистов, что такие люди есть. в том числе проекты могут представлять полезные национальности. Люди с иностранным государством, люди любой национальности. Я тебя понял. Давиджан, Давиджан. В том числе и азербайджанцы и турки тоже могут представлять полезные инициативы. И получать за это деньги. Давиджан. Давиджан, дело в том, что я являюсь мэром города уже второй месяц. И моей Давиджан, я юридически являюсь мэром города. И мои подписи достаточно для того, чтобы тебя пропустили. Я сейчас напрямую напишу наверх. Скажу, что, пожалуйста, пропустите этого человека. Если получится, я тебе на ватсап напишу. Хорошо? В принципе, без помощи экоактивистов это может прохлять. Я напишу, может быть, скажут, окей, пускай, да, подойди с ним разговаривай. Только я должен понимать, о чем у нас будет разговор. О мире или о чем селянскопожнее открытие дорог. Как дороги мы не закрывали. Дороги заблокировали мировоззрительные. Об открытии дороги и нормализации отношений. Хорошо. Перед тем, как мы с тобой попрощаемся, Дан Джал, покажи, пожалуйста, своих активистов, свою компанию, людей, которые собрались с нами. Хотим увидеть, сколько людей за твоей спиной пришли тебя поддержать. Проект Спюрк. Я еще раз объясню. Это не активисты. Это люди, которые в проекте в самом деле участвуют. Вот это. Роберт Кватро тоже приедет. Роберт Кватро тоже хочет приехать. Роберта Кватро я тоже запись свою. Роберт Кватро. Все. Давджан, еще есть какой-то вопрос ко мне. Я прежде, чем позвоню президенту, хочу спросить. Еще есть вопрос. А ты последний раз когда с ним разговаривал? Где-то в среду. Когда ты с ним последний разговаривал? В среду. В среду. В среду? Да, да. Клянешься? Ну да, как ты думаешь? Конечно. Да. С Никол Вавайчим говорил 30 дней назад, месяц назад, а с нашим президентом говорил в среду. Буквально два-три дня назад. Да он тебя постоянно, он тебя постоянно вспоминает. На Новый год каждый второй разговар, 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 разговар. Слушай, а у меня один вопрос есть. А почему твоя фамилия армянская? Давджан, Давджан, наверное, во всем виноват ноль. Но и Капчет виноват. Во всем виноват ноль. Да, да, вы же древние дарка, вы 7-10 лет на земле присутствуете, вы первые христиане, поэтому, а я кто, я кочевник, наверное, поэтому без истории, без рода, без племен я. Подумать грек и курс. Слушай, грек и курс. Ну и зачем ты так самокатично относишься? Я кочевник, я кочевник, почему ты так относишься? Слушай, а вы древний народ, вы первые христиане, куда мне на вас? Да ехте. Есть еще какой-то вопрос, Давджан? Если смотри, смотри, говорю, с нашей стороны, я говорю, армяне могут вам помочь этой каской переплыть, поэтому вы это как... Все, спасибо. Давджан, тому тоже парню передай освободителю, что я его тоже с удовольствием жду, чтобы он пришел дальше Если вы хотите в мир, хорошее отношение с соседями, то я думаю... Хорошо. Хорошо, мой золотой. Еще есть вопрос. Все, благодарю тебя. Иди с миром, аллилуйя. Иди с миром, мой золотой. боже мой. Ой, боже мой.